Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Гильдию 3, продолжаем тотально доминировать власть. Бруно стоит вот посреди рыночной площади и показывает, вот столько я сегодня съел. И он может себе позволить, потому что он сборщиком пошлин работал, подати точнее, да, и сейчас выдвигается на должность казначея. А потом, скорее всего, и встанет правителем земли. И победа. Бруно победит. Да, Бруно. Посмотрим, значит, с бургомистром мы, наверное, занимать не будем должность. Я думаю, что нам нет смысла. Бургомистр две тысячи зарабатывает здесь, в общем, должности равноправные, разница только в самом названии. Они ничего не делают, они... Ну, короче, да. У игры, на самом деле, вот огромный потенциал, столько возможностей, но все они непродуманные, все они бесполезные и неинтересные. И сейчас версия девять, что-то там, три и семь, что-то около того, да, или семь и три. И если релиз состоится на версии один и ноль, то это будет, конечно, просто прискорбно и печально. Вот, потому что, ну, сколько у нас? Девять серий, и мы уже можем правителем стать. И это я фактически первый раз играю. Но так-то потенциал у игры есть, можно развиваться разными путями, можно зарабатывать деньги разными путями. Но все это до ума не доведено, много механик, в которых просто нет никакого смысла. И... да. Но в любом случае, мы добьем эту каточку до конца. Чтобы стать правителем земли, нам нужно занимать, конечно же, верхние должности и Бруно, оба Бруно наших. Скоро, в следующем, по-моему, году, когда там выборы? Да, в 48-м, в 11.55 и в 48-м в час. В общем, оба Бруно займут наивысшие должности в правительстве и дальше только сам правитель. И правитель избирается на пожизненный срок. Вот, поэтому с вот этим Стефаном нам нужно будет что-то сделать. Стефан ходит гордо, расхаживает по улицам города. Даже не подозревая о том, что кто-то уже строит коварные планы по свержению его с власти. Вот, поэтому будет интересно посмотреть сейчас. Я даже не буду сейчас вот этим вот ребятам всем никакую работу задавать. Они каждый выбор и все просто сбрасываются, все эти задания. Плевать на них. Мы сейчас просто подумаем первым делом, как мы можем устранить и кто это будет делать. Вот еще тоже интересно. Мы можем нанять наемника, да? Где там... По-моему, если мы на дом на наш нажмем... Где там получается наш дом? Вон. Наш дом. Мы можем, кстати, новый дом купить тоже как вариант. Хочу ли я новый дом покупать? Я даже не знаю. Опять же, в домах нет смысла. Мы все это время могли жить в самом первом мелком доме. И вообще не заморачиваться. В характеристиках тоже смысла никакого нет. То есть, ну... Бонусы мизерные от этих характеристик. И... Ну... Они что есть, что их нету. Вот просто. Если их убрать, ничего в игре не поменяется совершенно. Если убрать... Вот это вот все, если убрать, то тоже в игре ничего не поменяется совершенно. Вот эти все параметры. Как вот если многое из игры убрать, то ничего не изменится. И это плохо. Мы еще, кстати, ребята, говорят, можем просто зарабатывать, да... Покупать... Давайте посмотрим сейчас, например, та же броня. Или вот эта вот одежда тоже, да? 500 тысяч. Одежду, мы, по-моему, смотрели, невыгодно было продавать на дальние рынки. Что там с броней? И, кстати, повозка стоит дешево. Точнее, стоит дорого, но она всего лишь одна. Здесь тоже ничего интересного нет. 25 пистолетов, например. Да, давайте посмотрим. Пистолеты, чумные. Мечи, 200... Это короткий меч. 29, кстати, вот, например, кольчуга. Если мы будем покупать... Ее цена покупки стоит 230 монет. Мы покупаем и продаем на дальний торговый путь по 400. То есть мы практически получаем двойную прибыль. Также и здесь. И здесь тоже, да? И пистолеты тоже. Вам, по-моему, все, что у нас в оружиях и доспехах на данный момент... О, кто-то... Первый наш рабочий умер. Литейная, закуем в броню. Я даже не могу переключиться на эту литейную. И это закуем в броню у нас... Вот это было. О, кстати, наш этот разрушился. Эм... Я очень люблю работа. Где у нас тут? Прочность этого здания еще как бы в норме. Но у нас разрушился... Этот... Как он называется? Назывался, точнее. Но тут его тоже уже нету. Ну, в общем, вы поняли, да? Наша хижина... Травника разрушилась. Эээ... Именно, скорее всего, просто потому, что я ее не ремонтировал. И тоже... Я... Я мог пропустить, конечно же, да? Что... Какое-то сообщение, что, типа, мол... Здание ваше скоро того. А может быть, его и не было. Что тоже... Ну, такое. По-моему. Дом наш вполне... Нет, дом тоже можно в целом отремонтировать. Все остальные здания, я думаю, должны вполне себе прочными быть еще по-прежнему. Где там что-то у нас? Прочность. Да. А вот это... Вот тут я купил здание. Может быть, оно... Токарнее это... Нет, тоже прочное. Я его, наверное, целым и купил. Полностью отремонтированным. Да что там за деловые предложения? Не хочу. Не хочу. Что у нас? Окей. Тут надо ждать до конца. Окей, еще раз. Так. Но. Да, я хотел посмотреть на наемников. Да, вот суд и опять. Производство всего остановилось. Каждый раз после того, как меня вызывают на суд, вот это вот тоже бесячий баг. Давайте, давайте посмотрим, что, 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 что нам нужно. Еще разок. На правителя земли. Мы должны быть бароном. Мы еще, по-моему, не барон. Нам надо 40 тысяч. Хорошо. 40 тысяч мы сейчас будем делать тогда. Давайте, кто у нас тут есть? Эдуард. Эдуард, ты пойдешь сейчас делать деньги. Где у нас ближайший рынок к дальним вот этим? Вот этот ближайший рынок. Давай. Сейчас мы Эдуарду возьмем повозку и загрузим 4 типа каких-нибудь интересных товаров. Пистолета вот по 400. Мы, точнее, по 500 покупаем. Продаем по 900. Да, отлично. Сейчас мы сделаем себе миллион. Легко и непринужденно. Можно, кстати, было вот эту загрузить и отправить ее. Без проблем. Где Эдуард? Алло, Эдуард? Кто-то бы хотел с тобой трейдить. И работник умер. Ну, еще один работник помер. О, Эдуард, наконец-то ты вернулся. Но, смотрите, самое интересное, что у многих дома рушатся, никто их не ремонтирует. Как и я. Никто их не ремонтировал все это время. Так, давайте мы купим сначала что? Где у нас? В инструментах? Нет. Здесь бытовые товары. Да, повозка это бытовой товар, считается. Давай возьмем тебе повозку. Так. Теперь возьмем тебе все пистолеты. Их 26 всего лишь. Ну, ладно. Возьмем костюмы вот эти. 20, 18 их всего. А, мне деньги просто закончились. Все. И теперь давай, Эдуард, дуй сюда. И на тележечке, Эдуард, не спеша себе, едет. И никто его тут не подловит. Никаких бандитов, да? У нас со всеми союз. Все. Все. Продаем. 20 тысяч. И еще 17 тысяч. Пошли. Потатейки. Вот, вот и вся игра. Даже производством заниматься не нужно. Вообще. Ну, поначалу там, разве что, да? Пока мы не доберемся до вот этих вот дальних маршрутов. Ну, кто тут болеет? Корью заболела девочка. А как игра начиналась? Да, хорошо. Казалось бы, столько потенциала, столько всего интересного. Длинный меч. И лата. Давайте посмотрим сейчас на вот это вот дело. Я сейчас немного忙ен. Да. Там, кстати, выборы прошли. Мы уже можем выдвигаться. Выдвигаться. Длинный меч. Давай 20 возьмем. И лат тоже 20 возьмем. И можем еще взять... Каких-нибудь чего? Например, вот палец. 24. Больше все равно денег нет. Давай, Эдуардик. Сколько мы сейчас у нас будет? 60 тысяч, да? Я предполагаю. 60 тысяч. Все, спасибо. Эдуард, ты больше нам не интересен. Так, мы, значит, берем титул барона. Выудить информацию можно. И возможность появляется стать правителем. Но что дальше? Лимит наемников. Лимит экономических зданий. Лимит наем... Зачем? Зачем дальше вот это вот? Все тоже не совсем понятно. И, по-моему, не нужно, как будто бы. Так, хорошо. Наша... Бруно. Оба Бруно готовы уже выдвигаться на роль правителя земли. Можем, кстати, выдвинуться на сборщиков подотей, к примеру. Да, у нас две должности освободились. Как раз выборы сейчас идут. И компьютерные этот самый, да, болванчики на эти должности не выдвигаются. Не могут. Потому что у них уровень развития остановился где-то очень-очень далеко, в общем-то. Но по-прежнему выдвигаются на нижние должности. Там один товарищ написал в комментариях, что он играл на какой-то карте другой, на маленькой, на более меньшей. И там у него гораздо меньше тупил искусственный интеллект. И в правительство они заходили на более высокие должности. И там что-то делали такое интересное у него. Может быть, тут действительно как бы в этом какая-то проблема. Но в любом случае, мы давайте подумаем. Я хотел на наемников посмотреть, да. Мы дом, где наш дом? Через дом, по-моему, наемников покупали, нанимали, да, если я не ошибаюсь. Нанять наемника. Законно. Так. И где мне наемника искать теперь? Это все галактики. Все дома сидят. А вот он, наверное, да, стоит перед... Наемница. Так, хорошо. Наемница. Тайные действия. Шпионить за зданием у нее есть. Искать улики. Наемники, да, только могут. Ограбить персонажей. Напасть. Переломать кости. Захватить здание. Убить. Так, хорошо. Давай, наемница. Двигай тоже на рынок. Мы сейчас попробуем тебя приодеть. Как мне ее найти потом? Неинтересно чисто. Так. Тебе берем латы. Одну штучку. Эту продаем. Пистолет, ребята, говорят, очень хорошая тема. Давайте возьмем. Так. Или вот куда? Сюда оружие. Куда надо оружие? Я даже не знаю. Палец. Рапира. Что там у нас? По-моему, длинный меч. Самое дорогое, да? Из оружия, что мы можем взять. Ну. Вот так вот типа получается. Что еще у нас интересного есть? Стена ручьи. Дают доспех. Дополнительно. Щит, кстати. 4 защиты дает. Уменьшает силу атаки. Давайте возьмем один щит. И попробуем сейчас. А щит, наверное... А, да. Или... Ага. Ладно. Щит тогда уберем. Я хочу с пистолетом все-таки попробовать. Давайте попробуем наручи взять. Наручь куда? А, наручи тоже в руку. Фииииии. Тогда нам надо, наверное... Роскошь. Или где мы ищем амулеты? Запретные товары у нас. Интересно. Давайте костяной браслет ему дадим один. Тоже сюда? А. То есть именно талисман, да? Ну, минус пять здоровья, да мне не нравится, конечно. Одежда. Одежда. А у нас точно не было каких-то амулетов или чего? Нет, сюда должно что-то одеваться. Правильно. Чего я упускаю? Чего я не вижу здесь? Телеги нет. Мы можем коня взять. О. Ага. Она не хочет ткань брать. Кто-то хочет тренироваться. Ну да ладно. Наемница. Что ты должен быть? Я должен. Давайте мы на нее посмотрим. Так. Если мы контрол-2 выберем. О, да, отлично. Контрол-2, и можно ее выбирать как это. Да мне это неинтересно. Отстань, отстань, отстань. Ой-ой-ой. Вот это вот вообще бесячая тема. В тюрьму. Всех в тюрьму. Продукция была халтена. Реджи, у тебя есть миссия. Я абсолютно рад. И твоя миссия будет заключаться в том, чтобы убить. Ммм. Мы не можем его убить. Сможем ограбить в случае победы. Впрочем, поступать, как знаете. Сопровождать. Хм. Взрослого персонажа без сознания. А, именно без... Подождите, подождите. Вот я, наверное, это, да? Без сознания. Вот в чем дело. Нам, получается, нужно сначала напасть. Все верно. Без сознания. Я этот момент упустил. То есть нам сначала нужно избить. А потом уже... Добивать. Ну, где там? Он тут возле рынка ходит. Тут стражники могут нам помешать. Так, хорошо. Подождем, подождем пока. Стоп, стоп, стоп. Где теперь его искать? Я абсолютно удивляюсь. Что это понимает? Давай. Подождите, да. Там вон два стражника. И вот еще стражники. Подождите, понимаете. Хорошо. Удачи. Ну что. Попробуем. Или, может быть, там вот еще стражник один идет. И вот тут какая-то дамочка. Но эта дамочка может вмешиваться не будет. Так. Ну что. Нападаем. Правитель земли. А, надо было, кстати, и этом. А, он... А, он... И все? И все? Один удар? Хряб. Все, правителя нет. Стражник такой. А, как дела? Как дела? Нельзя тут это... Чайный пакетик сделать какой-нибудь или что-нибудь еще? Стражнику там помахать. Ну что. Пора... Избираться, что ли. Подача заявок в 4 часа. В 4 часа. Все. Наемница, спасибо. Вы абсолютно свободны. Как тебя уволить теперь? Барон. Да. Как уволить, интересно, наемницу? Но... Надо не пропустить теперь. 4 часа. Я даже не знаю, где ее искать. Столько народу тут. Такая движуха, что... Не разберешься. Во всем так просто. То есть мы его один раз мечом стукнули. И потом убили. То есть нужно сначала напасть. Чувствуется, да? Нехватка опыта в бандитизме. У меня. Но вот, конечно... Когда вот так вот можно убить правителя земли, это... Городской совет решил компенсировать вам излишек уплаченных налогов суммой всем монетам. Ну, наконец-то! Вот это да. Это да. Там, кстати, когда? 4.33? Окей. Ну, что? Бруно. Общее количество влияния, вложенное в попытку стать новым правителем. Аммм... То есть я могу еще 50 влияния добавить? Или что вот это такое сейчас? Средний уровень, говорят. Давай, 8000. Вложить. Средний уровень. Выбор монарха при назначении правителя зависит от того, сколько влияния было вложено в компанию и от общей популярности династии среди населения. Но если... Если не я, то кто? 779. Средний уровень. Ну, давайте посмотрим. Когда там выборы будут происходить? 52-м. В следующем году, получается, в 4-м. В 4-м. Окей. Ну, тут, наверное, никого и не будет из других кандидатов, я думаю, правильно? То есть вот этот вот бургомистер не пойдет на более высокую должность, я думаю. Ну, сейчас узнаем. Да, о, боже мой. В тюрьму давай. Жалко, нельзя пропустить вот эту вот ерунду. Окей. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Все, ждем, получается... Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Добро пожаловать в DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Да, я просто дедаю. ...в дальние страны, то можно было бы зарабатывать здесь еще больше. Конечно же. Нучше DimaTorzok. Ну, 500. Да, как было, так и осталось. То есть, продажа вручную не меняет вот эту вот цифру, что, собственно, и требовалось доказать, потому что у нас тоже насчет вот этого диалоги были. Так, там выборы тем временем уже идут, да? А уж Бруно уже стал правителем. Так вот, тихо, скромно, Бруно вот так взял и стал правителем. Бруно, какие у тебя появились возможности? Он может менять законы, достижениями хвастаться может по-прежнему, да? Ничего он не может делать. Какие законы ты можешь поменять? Мы можем поставить, чтобы все было законно. Бруно вон такой сидит, да? Можем поставить, чтобы все гадские действия были законными, и пусть мир превратится в хаос. Давайте посмотрим, знаете что, журнал заданий. А, нам надо, да, надо удерживать один раунд хотя бы. Ладно, Бруно, давай отправимся на рынок. На рынок? Это даже не рынок, это какая-то разруха. Так и здесь. Но у нас вот этот вот рынок точно есть, рабочий. Давай, Бруно. Я, я реально не могу от этого сейчас. Так, ну что, Бруно. Во что мы тебя оденем? Давай подумаем. Какую мы тебе одежду, какую роскошь мы тебе сможем сейчас позволить, интересно. Бинты, кстати, вон, да, есть. Тоже можно, наверное, лечиться ими даже. Шапка-невидимка. Окей. Все неинтересно. Внимательно просчеты книг приобретет глубокие познания в ряде областей и на целых два пункта повысит свою характеристику мудрости на определенное время. Но зачем? Зачем? В этом нет никакого смысла. А, во. Куда мы? Сторожевая собака. Наверное, собаку надо... Блин, я даже не знаю. О! Трость. Репутация немедленно вырастет. Бонус к торговле. Так, короче, тут ничего... А, вон, серебряное кольцо, наверное. А, тоже влияние дает. Ничего интересного нету. Для нас... Величественная одежда. Самая дорогая? Нет, не самая дорогая. Достойная. Нет. Мы, наверное, все-таки возьмем для Бруно латы. Латы. Так. Что? Пистолет для самообороны, может быть. Давай, Бруно, да. И длинный меч. Тоже. Меч казался... Каким-то просто диким. Ну и все. Больше ничего интересного. Что сюда? Бруно может напялить. Яс. Давайте сейчас подумаем. Собаку. Каня? О, каня хочу. Это у нас... А, может быть, кстати, кошель сюда идет. Ну, или что-нибудь. Типа того, пояс. О, две силы добавляет. Давайте посмотрим. Куда мы можем пояс приодеть? Да что ж такое? А, ну, да. В слот артефактов. Ладно. Это еще можно. Харизма, влияние. Это все неинтересно. Так. Хочу коня. О! Другое дело. Давайте попробуем вот талисман. Если талисман... Нет, талисман сюда, да. То есть мы можем только один талисман одеть? А, цепочка у нас еще была, которая не здесь. Да, наверное, цепочка сюда идет. Ну, как-то странно, короче. Как-то странно. Все тоже неинтересно. Факел. Факел, наверное, в руку. Все остальное нам тоже неинтересно. Ну, ладно. Что? Все. Бруно. Значит, на коне. Что? Чем тебя занять, Бруно? Я даже не знаю. Чем тебя занять целый... Целый год. Целый сезон. Кто-то умер. Бруно, может, ты пойдешь сейчас убивать всех? О, пес есть такие. Смотрите. Прикольно. Я вот это хотел посмотреть. Собака все-таки охотничая есть. Да, блин. Бруно говорит, проголодался. О, блин. Я急-как. Мальчик стражника отвлекает, походу. Хорошо. Это не будет. Кто-то любит тебя. Давайте посмотрим, что у нас по другим династиям. Династия чуть-чуть меньше стала. Да, то есть... Но в целом династии довольно неплохо себя чувствуют. У многих... Смотрите, вообще. Смотрите, что творят. Что творят. Они еще круче, чем я. То есть... Некоторые ребята просто писали, что династии быстро самоуничтожаются. Но вот тут, смотрите, как хорошо. У этой, в принципе, тоже дела неплохо довольно. Здесь тоже третье поколение. Простите, пожалуйста. Всегда зеваю, когда мне очень интересно. Так, давайте посмотрим, может быть, на самых слабых, или как там. Кто-то говорил очень хорошо о тебе. Мы точно вернемся к согласию. То есть, так-то вот, да, если мы сейчас заберем вот эту в жены даму, и потом вот эту девочку, то с династией с этой будет тоже покончено. Это вот эти кораблики, да-да-да. Здесь что-то совсем все плохо, да, у них. Детей никак не пытаются даже делать. Вот почему так вот бывает? Почему эти вот ничем не заняты? Ну, я имею в виду, в плане продолжения династии. А вот эти... Вот эти плодятся прям вообще нереально. Ну ладно. Бруно, чем тебя занять? Смажь колеса бюрократии. Надо куда-то нажать. Эмм... Так. Эмм... Иииииии... Иииии... Иииии... Бруно. Чтобы смазать колеса бюрократии, нужно сначала найти их, да? Кто-то укрепил гражданам против тебя. Где у нас там есть этот... О, вот, да? Вот, через арсенал. Да, сэр. В арсенале все колеса бюрократии там. Давай, Бруно. Сделай хоть что-нибудь полезное. Четыре утра сейчас, да? Мы, по идее, еще не выполнили... Нашу основную задачу. Давай. Бруно, скачи. На своем... Верном пони. Мне уже не нравятся вот это вот... Эти... Должности. Они какие-то... Бесполезные. Мы пропустили, как Бруно смазывал колеса. Черт. Да, отстаньте вы от меня. Всех в тюрьму. Ну, давай, давай, заканчивайся уже. Вот, сэр. Вот, сэр. Да, сэр. Кому-то бы хотел с тобой инвестировать. Вот, сэр. Вот, сэр. Давайте мы, кстати, отключим сейчас еще в параметрах вот это вот... Вот это вот все. О. Ну, за что мне вот это вот, ну? Может, поубирать с должностей, я не знаю. Пусть другие идут в политику. Здесь кандидатов. Не было, да, не было кандидата. Подача заявок закончилась. Терри. Продукция была остановлена. Выудить информацию. Вынудить избранника или избранницу раскрыть вам семейные тайны. Это повысит ваше влияние и может помочь найти доказательства незаконной деятельности. Ну, Бруно, кто твоя избранница была? То есть, сначала нужно на ком-то из другой династии пожениться и только потом, да, можно будет выудить. Да, Бруно, давай, давай. Ща поищем. Где там это было? А, то есть, надо сначала закрутить с кем-то Романа под... То есть, не... Не жёнушка. Жёнушка Бруно не при делах вообще. Ну, и ладно. Мы, по идее, сейчас вон 4 часа должно стукнуть и мы... Вот как здесь работаем. Ой, 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 ой. Мы победили. Поздравляем. Вы успешно завершили династическую кампанию. Это было, конечно... Ну, сказать легко это ничего не сказать. Это было... Бессмысленно и... Да. Так хорошо игра начиналась. Казалось, что столько возможностей и потенциала в игре. И всё слилось... В Клааку. Из-за отсутствия, совершенно отсутствия баланса. Да. Бруно, ну убей уже кого-нибудь. Давай стражника грохни. Давай. Поскакали. Там сзади ещё один. Бруно устроит сейчас террор. А, конь исчез куда-то. Бруно, ты где коня делал? А, вот я вижу. Дерись, Бруно. А, он дерётся, я понял. Это Бруно дрался. Хряп кинжал ему между ребер. Где-то репутация моя упала. Атак! А там КД, да, на этом? На... На убийстве. Вот это драки. Вот это битва. О, слушайте, ну... Бруно, давай. А, всё. Бруно дал. Бруно молодец. Да, сэр. В случае успеха вас ждёт очень ценная награда. 3000 влияния, да, это улучшенный вариант вот этого безобразия. Всё, Бруно, сваливай отсюда. В этом мире делать нечего. Уходим. Уходим. Будем искать себе счастье где-то в других мирах. Ты очень нечего счастлива. Ой, Бруно где-то оделся. Потеряли Бруно. Всё, ускакал. Ускакал. Бруно сказал, ну вас в баню. И уплыл. Вот. Ребята предлагают поиграть в нормальную гильдию, то бишь во вторую. И... Я пока ещё не решил. Я подумаю, если вы захотите видеть гильдию 2 на канале. Ренессанс, говорят, там самое хорошее. Из последних, которые... Вот. Если вы хотите видеть вторую гильдию, то пишите об этом в комментариях. Ну а пока что, всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующем прохождении. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok